Добрый день, уважаемый зритель! Это опять наша студия с вами И мы опять сегодня в новом видео будем учиться Слушать свой пульс Для чего? Для того, чтобы хотя бы научиться не только пульсовой диагностике Но и пробовать себе, конечно же, что составить рецепт Мы о нем отдельно у нас будет видео Так что вы не спешите, потому что уже задают вопросы А дадите ли вы точки после того, как мы научимся отыскивать пульс А как нужно составлять рецепт А что еще нужно задать? Давайте потихонечку, по порядку сначала хотя бы научимся Отыскать, скажем так, позиции пульсовой диагностики И вы уже догадались, что там оказывается не только один пульс А в любой позиции, то есть в одной позиции мы рассматриваем с вами Пульсы около шести, как минимум Как минимум шести позиций Потому будьте, пожалуйста, внимательно предельно И не спешите Сегодня мы рассмотрим пульс желудка, селезенки и поджелудочной железы Сразу мы должны сказать здесь, что именно вот эти вот Скажем так, селезенка, поджелудочная желудок Вот эти два органа меридиана, которые мы чувствуем по биению пульса Именно они раскрывают вот суть всех пульсов О которых говорят китайцы Нитевидные, горховидные, шероховатые, бугристые, напряженные, пустые Это все наполненные, широкий пульс, узкий пульс, нитевидные Вот эти все пульсы можно прочувствовать именно на исследовании органов желудка и поджелудочной железы Почему? Ну, во-первых, они относятся к нашим с вами земным пульсам и к земным заболеваниям Человек заболевает больше всего на земле Вот так Потому именно желудок и поджелудочная могут проявить вот эти вот основные пульсы С которыми мы сегодня будем знакомиться Сразу говорю, по видео я вам не могу подсказать, какой вы пульс почувствуете Это уже сугубо ваше личное, скажем так, исследование Но вот именно состояние пульса, еще раз повторюсь Почему? Потому что нужно именно вот это подчеркнуть Желудка, селезенки, поджелудочной железы Именно определяет нам наличие множества не заболеваний, а состояний этих всех систем Начиная с желудочно-кишечного тракта Почему? Потому что желудочно-кишечный тракт это неотъемлемая часть человека А человек проснулся и уже бежит на кухню там либо Пытается, что вкусно покушать Потому именно вот вкусная еда и порой воспаляет желудок Порой его травмирует Конечно, поджелудочно всасывает эту вкусную еду Сейчас еда вся практически испортилась Я извиняюсь, что мы уходим от темы пульса Это нужно сказать И вот вы знаете, к чему я отошел на эту тему Потому что вот когда вы покушаете Когда вы покушаете либо прием пищи Вы послушайте пульс желудка и поджелудочной железы Как он реагирует? На сладкую пищу, на острую пищу На обыкновенную пищу, на живую пищу Вот частенько мы говорим, салаты кушайте Вот послушайте, какой пульс Живой он либо, извините, не мертвый Либо он бьется или сильно бьется Или не очень сильно бьется Какая при сладости Вот человек любит сладость, покушал сладкое Допустим, либо пил сладкий чай Пожалуйста, послушайте поджелудочную железу пульс И вы сразу же что? Обратите внимание Что пульс очень сильно видоизменяется Поэтому человеку уже по пульсу можно составить Скажем так, хотя бы словесный рецепт По которому он бы мог бы что? Уже хотя бы заняться своим здоровьем Итак, начинаем потихонечку Ничего здесь сложного нету Как всегда берем валик Кто-то может подушку взять Кто-то может полотенце скрутить Несколько раз Мы располагаем правую руку Я, конечно, не показал, извините Сейчас мы покажем обязательно Вот у нас схема Исследование пульсов, точек Сегодня мы исследуем желудок Слезенку по желудочному железу На правой стороне руки Правая рука Мы, как всегда, традиционно Начинаем, ложим безымянный палец на точку P9 Пожалуйста, внимательно Рядышком ставим три пальца Слушаем, расслабляем полностью Понятно, да? Вот я расслабил свою руку Расслабляем и эту руку Не надо ее держать вот так Просто расслабьтесь И вы слушаете пульс Начинаете слушать пульс Начинаете находить средний пульс Нашли средний пульс Вот я уже нашел Я убираю что? Первый палец И последний палец У нас посерединке И начинаем опять Мы слушаем сначала Что? Верхний этаж К которому носится янский Орган янский Орган это желудок Вот, пожалуйста, вот какой пульс Я уже слушаю его Помните, что мы пульсы слушаем На сеносоидальное Биение Потом разворачиваем палец Нижний этаж И сейчас мы слушаем Селезенку поджелудочного железа Вот так вот, очень просто Понятно, да? Теперь мы послушаем правостороннюю работу желудка Левостороннюю работу желудка Правостороннюю работу Селезенки поджелудочной железы И левостороннюю Что для этого надо? Опять найти пульс Пожалуйста, я нашел Внимательно Средний пульс Подушку разместите пальцы Так, чтобы было удобно Переворачиваем верхний этаж Слушаем желудок Послушали 8 ударов Сеносоидальное Почувствовали золотую серединочку Вот уже пошел пульс Хорошо, бьется Теперь я беру И что? В таком же положении Палец В правую часть На правую сторону больше Располагаю я чувствую Слышу, что? Как бьется Либо как работает Правосторонняя часть моего желудка Пульсы могут очень сильно отличаться Не делайте поспешных выводов Теперь я на левую сторону И теперь я чувствую Как левая бьется Вот у меня Желудка Они различаются очень сильно Как и у взрослых Так и у детей Будьте, пожалуйста, предельно Послушал Сделал выводы Записал Сделал пометочку себе В тетрадке Пожалуйста Нижний этаж Поджелудочная железа С селезенкой у нас Слушаем правостороннюю часть Как работает И слушаем Левостороннюю часть Вот вам, пожалуйста Еще раз говорю Что в этой позиции Вы можете полностью Исследовать Свой пульс И полностью сделать Своё умозаключение Правосторонняя и левосторонняя часть Могут очень сильно Очень сильно В желудке и поджелудочной Отличаться Почему? Ну, во-первых, теорию Я никто не отменял Это раз Второе Очень тяжело Правшам Воспитать левую часть И левшам Воспитать правую часть Хотя вот Восточная философия Кто занимается Восточными единоборствами Карате И не только Айкидо Все они подразумевают Что развитие Правосторонней части Сто процентов И развитие Левосторонней части Помните, это самый важный аспект Уважение нужно дать Инь и янь И вот Возьмем, допустим Вы послушали пульс сегодня на желудке У правши Конечно же Кто-то скажет Но у правши будет больше уязвим Скажем так Правая часть желудка Нет, неправильно Исследуйте И вы посмотрите Какая разница А разница Очень огромная Очень Потому вы просто-напросто Должны знать Что у человека Правосторонняя уязвимая часть Либо левосторонняя Для чего это вообще нужно Вообще-то Сбор информации О пульсе Он же сразу Может вам Предоставить картину О человеке Больше у него Воспаляется Правая часть Тела Не только желудка Либо левая часть Тела Больше у него Воспаляется Мышечный каркас Причем тут Мышцы оказываются Оказывается Поджелудочная Контролирует С вами Мышечный каркас Если поджелудочная Допустим Правосторонняя Будет больше Биение пульса Левосторонняя Меньше Вот пожалуйста Можно сразу сказать Что на правой стороне Меньше воспаляется Мышца На левой Больше воспаляется Мышечный каркас То же самое Можно сказать И о сердце Почему? Потому что поджелудочная Контролирует сердце Вот здесь вот Все то Что знание Которое вы Объедините Вот в объедините Пульс И о восточной медицине Я послушал пульс, ага, у меня там Желудок правосторонний, давай правые точки Колоть, неправильно Вы собираете полностью всю информацию А уж потом Делаете умозаключение Поэтому не торопитесь Не спешите, если у вас не получится Ничего страшного Пожалуйста, в этом, скажем, точке уже Исследования пульса, которым мы сегодня познакомились Вы уже можете четко Слушать и чувствовать Прежде всего, пульсы нитевидные Пульсы широкие Пульс узкий может быть Пульс может быть, скажем так Гороховидный даже Такое ощущение, что горох будет плавать Пульс может быть очень-очень напряженный Пульс может быть очень-очень широкий А вам покажется, что его нет Поэтому, пожалуйста, не делайте поспешных выводов Еще раз Послушайте пульс А уж потом делайте выводы Ну, думаю, на сегодняшний день хватит Достаточно данной информации Она вам в помощь Познакомьтесь Следующее видео будет о других видах пульс Спасибо за внимание Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...